Москва, Ставрополь, Крым, Калуга, Тула, Рязань. Корпоративы там уже отменили и Алтай, кажется, стремительно спешит в этот список. Такую информацию в совещании КЗС в соцсеть вынесла краевой депутат Мария Просакова. Позже на нее сошлются многие СМИ, а бизнес-сфера начнет бурлить. Больше чем половины сезона у нас не было. И летний сезон он позволяет нам дожить там до зимы, продержаться там еще зимние месяцы, корпоративы новогодние. Понятно, все это мы накапливаем и держимся до следующего года. Сейчас у нас такой возможности нет, поэтому даже подумать, как это будет, но не хотелось бы об этом, о плохом. Зимние праздники здесь забронировали год назад. Из-за пандемии осенью начали вносить коррективы. Тренд года – маски-санитайзеры дистанция в полтора метра. Предновогодние вечера заняты и оплачены во многих ресторанах и кафе Барнаула. За эти даты бизнес планирует получить уже не прибыль, а деньги на возможность перезимовать, а может и на голодную весну. Как поведет себя пандемия, никто не знает. Но если предновогодний ЧОС запретят, рынок может очиститься. Мы работаем только для того, чтобы оплатить зарплату и аренду. О прибыли в заведениях не идет речь давно. Но на 75% упала у нас выручка уже. Поэтому дальше считать уже смысла не имеет. Если нас закроют в 7 часов, то мы просто закроем все заведения. Многие на предприятиях уже переболели и в принципе опасности передачи инфекции ее нет. В автобусах и троллейбусах гораздо больше ездят людей и у них есть возможность передавать эту инфекцию друг другу. Поэтому не настолько это опасно и на мой взгляд просто возможность работать в нормальном режиме дало бы им передышку. По данным коммерсанта, треть российских компаний новогоднее мероприятие не планирует. Еще треть перенесут корпоративы в онлайн. Вот это точно будет новинка года. 20% в это еще не решили. Про водителя нет. Для компании вопрос скорее не здоровья, а бюджета. Но и в Барнауле готовых вечеринкой закрыть год пандемии достаточно. Желание клиента – прибыль предприятий. Свой режим они и так опустили до 23 часов. Понижение еще больше. Автор поста, поднявшего проблему, не понимает. Слушайте, ну я считаю, что русский человек, он в принципе может вместо корпоративов утренники проводить с 6 утра до 7 вечера. Нас ничто не остановит. Но не понимаю, почему на вечернее время считается более опасным. Видимо, как-то ковид он более агрессивен в вечернее время. Как предупредительная мера – это все-таки разобщение. Это все-таки дистанция, это все-таки тот самый необходимый масочный режим, который нам необходимо соблюдать. Для того, чтобы более-менее спокойно пройти ожидаемый сезонный подъем гриппа. А это декабрь, январь, февраль. Чтобы одно не наложилось на другое. Правда, именно к этому и готовятся. По словам Попова, коллапс, который пережила медицина и жители края в октябре, вполне может повториться. Вот только малый и средний бизнес, выражая словами предпринимателей, на коленях стоит уже сейчас. И если корпоративы отменят, подняться он вряд ли сможет. И от коронавируса его никак не спасти. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.